Здравствуйте, уважаемые студенты! Вашему вниманию предлагается лабораторная работа по дисциплине энергоэффективность и основы энергоисбережения. Преподаватель, магистр Беличенко Екатерина Николаевна. Тема лабораторной работы номер один – это прямое преобразование солнечной энергии в электрическую. Цель работы – это изучить принцип преобразования солнечной энергии в электрическую, исследовать основные технические характеристики фотоэлектрической батареи. Общие сведения. Солнце является основным источником энергии, обеспечивающим существование жизни на Земле. Вследствие реакции ядерного синтеза в активном ядре Солнца достигаются температуры до 10 седьмой степени Кельвина. При этом поверхность Солнца имеет температуру около 6000 Кельвина. Электромагнитным излучением солнечная энергия передается в космическом пространстве и достигает поверхности Земли. Вся поверхность Земли получает от Солнца мощность около 1,2 на 17 ватт. Это эквивалентно тому, что менее одного часа получения этой энергии достаточно, чтобы удовлетворить энергетические нужды всего населения земного шара в течение года. Максимальная плотность потока солнечного излучения, приходящего на Землю, составляет примерно 1 кВт на метр квадратный. Для населенных районов, в зависимости от места, времени, суток и погоды, потоки солнечной энергии меняются от 3 до 30 мегаджоулей на метр квадратный в день. В среднем для создания комфортных условий жизни требуется примерно 2 кВт энергетической мощности на человека или примерно 170 мегаджоулей энергии в день. Если принять эффективность преобразования солнечной энергии в удобную для потребления форму 10% и поток солнечной энергии 17 мегаджоулей на метр квадратный в день, то требуемую для одного человека энергию можно получить со 100 квадратных метров площади земной поверхности. При средней плотности населения в городах 500 человек на 1 квадратный километр, на одного человека приходится 2000 м2 земной поверхности. Таким образом, достаточно всего 5% этой площади, чтобы за счет снимаемой с нее солнечной энергии удовлетворить энергетические потребности человека. Для характеристики солнечного излучения используются следующие основные величины. Поток излучения. Это величина, равная энергии, переносимой электромагнитными волнами за одну секунду через произвольную поверхность. Единица измерения потока излучения – это джоуль в секунду или ватт. Следующая величина – это плотность потока излучения. Это энергетическая освещенность. Величина, равная отношению потока излучения к площади равномерно облучаемой им поверхности. Единица измерения плотности потока излучения – это ватт на метр квадратный. Плотность потока излучения от Солнца, падающего на перпендикулярную ему площадку вне земной атмосферы, называется солнечной константой S, которая равна 1367 ватт на метр квадратный. Следующая величина – это световой поток. Световым потоком называется поток излучения, оцениваемый по его воздействию на человеческий глаз. Человеческий глаз не одинаково чувствителен к потокам света с различными длинами волны. Обычно при дневном освещении глаз наиболее чувствителен к свету с длиной волны 555 нанометров. Поэтому одинаковые по мощности потоки излучения, но разных длин волк, вызывают разные световые ощущения у человека. Единицей измерения светового потока с точки зрения восприятия его человеческим глазом, яркости, является люмен. Световой поток в один люмен белого света равен 4,6 на 10 в минус третьей степени ватт, или 1 ватт равен 217 люменов. Следующая величина – это освещенность. Эта величина равна отношению светового потока, падающего на поверхность. К площади этой поверхности освещенность измеряется в люксах. Один люкс равен 1 люмен на метр квадратный. Для белого света один люкс равен 4,6 на 10 в минус третьих ватт на метр квадратный. Или 1 ватт на метр квадратный равно 217 люкс. Таким образом, приборы, предназначенные для измерения освещенности, называются люксметрами. Освещенность, создаваемая различными источниками. Итак, такие источники, как солнечный свет в полдень, средняя широта нашей планеты, освещенность будет равна 100 тысячам люкс. Или в ватт на метрах освещенность будет 460 ватт на метр квадратный. Солнечный свет зимой – это всего лишь 10 тысяч люкс и 46 ватт на метр квадратный. Облачное небо летом – от 5 до 20 тысяч люкс и от 23 до 92 ватт на метр квадратный. Облачное небо зимой – от 12 тысяч люкс и 4,6 до 9,2 ватт на метр квадратный. Рассеянный свет в светлой комнате вблизи окна – это около 100 люкс. Или 0,46 ватт на метр квадратный. Светильники, создающие необходимую для чтения освещенность – это приблизительно от 30 до 50 люкс. Или 0,14 до 0,23 ватт на метр квадратный. И полная луна, облучающая поверхность Земли – это всего лишь 0,2 люкс. Или 0,92 на 10 в минус 3 ватт на метр квадратный. В связи с большим потенциалом солнечной энергии, чрезвычайно заманчивым является максимально возможное непосредственное использование ее для нужд людей. При этом самым оптимальным представляется прямое преобразование солнечной энергии в наиболее распространенную в использовании электрическую энергию. Это становится возможным при использовании такого физического явления, как фотоэффект. Фотоэффектом называется электрические явления, происходящие при освещении вещества светом. А именно, выход электронов из металлов – это фотоэлектрическая эмиссия или внешний фотоэффект. Перемещение зарядов через границу раздела полупроводников с различными типами проводимости – это ПН-переход, да, это называется вентильным фотоэффектом. И изменение электрической проводимости – это фотопроводимость. При освещении границы раздела полупроводников с различными типами проводимости ПН, между ними устанавливается разность потенциалов – это фотоэдс. Это явление называется вентильным фотоэффектом. И на его использовании основано создание фотоэлектрических преобразователей энергии, солнечных элементов и батарей. Наиболее распространенным полупроводником, используемым для создания солнечных элементов, является кремний. Солнечные элементы характеризуются коэффициентом преобразования солнечной энергии в электрическую, который представляет собой отношение падающего на элемент потока излучения к максимальной мощности вырабатываемой им электрической энергии. Кремниевые и солнечные элементы имеют коэффициент преобразования 10-15%. То есть при освещенности в 1 кВт на метр в квадратный вырабатывает электрическую мощность от 1 до 1,5 Вт. При создаваемой разности потенциалов около 1 В. Типичная структура солнечного элемента с ПН-переходом изображена на рисунке 1 и включает в себя Первое – это слой полупроводника толщиной от 0,2 до 1 мкм с N-проводимостью. Два – это слой полупроводника толщиной 250-400 мкм с P-проводимостью. Три – это добавочный потенциальный барьер толщиной 0,2 мкм. Четыре – это металлический контакт с тыльной стороны. Пять – это соединительный проводник с лицевой поверхностью предыдущего элемента. Шесть – это противоотражательное покрытие. Семь – это лицевой контакт. Восемь – это соединительный проводник к тыльному контакту следующего элемента. Характерный размер солнечного элемента – 10 см. Солнечные элементы последовательно соединяются в солнечные модули, которые, в свою очередь, параллельно соединяются с солнечной батареей, как изображено на рисунке 2. В 1958 году впервые солнечные батареи были использованы в США для энергообеспечения искусственного спутника Земли «Вангард-1». В последующем они стали неотъемлемой частью космических аппаратов. Широко известны микрокалькуляторы, часы, радиоприемники и многие другие электронные аппараты, работающие на солнечных батареях. Итак, рисунок 1 – структура солнечного элемента. Рисунок 2 – это солнечный элемент. Э – это солнечный элемент. М – это солнечный модуль, то есть состоящий из цепочки солнечных элементов. АОЖБ – это солнечная батарея состоит из солнечных модулей. За последние годы мировая продажа солнечных модулей составила по суммарной мощности 25 МВт в 1986 году и около 60 МВт в 1991 году. Полная стоимость солнечных элементов с 1974 года по 1984 год упала примерно со 100 до 4 долларов США на 1 Вт максимальной мощности. Предполагается снижение этой величины до 0,8 долларов США. Однако даже при полной стоимости солнечных элементов 4 доллара США на 1 Вт плюс вспомогательной аппаратуры 2 доллара США на 1 Вт при облученности местности 20 МЖ на метр квадратный в день и долговечности солнечных батарей 20 лет, Стоимость вырабатываемой ими электроэнергии составляет примерно 16 центов США за 1 кВт-часов или 4,4 цента за МЖ. Несмотря на неравномерность суточного потока солнечного излучения и его отсутствие в ночное время, аккумуляторная батарея, накапливая вырабатываемая солнечной батареей электричество, позволяет обеспечить непрерывную работу солнечной энергетической установки. Перед вами солнечная энергетическая установка, схема, схема экспериментальной установки. Экспериментальная установка включает в себя 1 солнечный модуль, состоящий из 36, это 9 на 4 солнечных элементов. 2 это амперметр, 3 вольтметр для определения напряжения и силы тока, вырабатываемых солнечным модулем. 4 это источник света, имитирующий солнечное излучение, 5 это люксметр для определения освещенности поверхности солнечного модуля. И 6 это реостат, представляющий собой регулируемую нагрузку в электрической цепи. Порядок выполнения работы. Пункт А. Исследование характеристик холостого хода солнечного элемента. Первое. Удостовериться, что нагрузка на солнечный модуль отсоединена. Второе. Установить источник света на прямое излучение на поверхность солнечного модуля. Нулевая отметка на лимбе источника. Третье. Включить источник света. Четвертое. Люксметром измерить освещенность в центре и в четырех крайних точках поверхности солнечного модуля и вычислить ее среднее значение. Пятое. По показаниям вольтметра определить вырабатываемую солнечным элементом ЭДС. Шестое. Проделать аналогичные измерения при косом падении излучения на поверхность модуля, поворачивая источник света на 10, 20, 30, 40, 50 градусов по лимбу. Седьмое. Вычислить плотность потока излучения, энергетическую освещенность, используя соотношение между люксом и ватт на метр. Для белого света энергетическая освещенность равна 4,6 на 10 в минус 3 от средней освещенности. Восьмое. Вычислить ЭДС, вырабатываемую одним солнечным элементом, разделив ЭДС на число элементов 36. Девятое. Все элементы результаты занести в таблицу 1. Десятое. Построить график зависимости ЭДС солнечного модуля от плотности потока излучения, падающего на его поверхность W. Перед вами таблицы для внесения результатов измерений и вычислений. И угол поворота, да, по углу поворота. Пункт В. Определение вольтамперной характеристики солнечного модуля. Первое. Подключить нагрузку Реостат к цепи солнечного элемента. Второе. Установить источник света на прямое излучение на поверхность солнечного модуля. Это нулевая отметка на лимбе источника. Третье. Включить источник света. По показаниям вольтметра определить напряжение в цепи U. По показаниям амперметра определить ток в цепи. Четвертое. Перемещая подвижный контакт Реостата, изменить сопротивление нагрузки в цепи и выполнить измерение тока и напряжения. Провести измерение 6 раз в пределах от минимального до максимального значения сопротивления нагрузки. Пятое. Для каждого измерения вычислить электрическую мощность в цепи. Шестое. Все данные занести в таблицу 2. Седьмое. Построить вольтамперную характеристику. График зависимости тока от напряжения солнечного модуля при данной плотности потока излучения, значение которой взять из предыдущей серии измерений. Восьмое. Отметить наибольшее значение мощности, вырабатываемой солнечным модулем. Таблица 2. Пожалуйста, литература нужна вам. И контрольные вопросы. Первый контрольный вопрос, который вы будете защищать при сдаче отчета о лабораторной работе. Я хочу вам еще раз сказать, что сначала вы выполняете лабораторную работу, потом вы создаете отчет, где будут у вас все вот эти пункты отображены. То есть вы сначала цели задачи, потом краткий ход лабораторной работы, и потом в конце идут все таблицы, измерения и график вольтамперной характеристики. И уже при защите этого отчета вы должны ответить на контрольные вопросы. Итак, первый контрольный вопрос – это какая температура на поверхности Солнца. Далее. Какая вам максимальная плотность потока солнечного излучения, приходящего на Землю? Третье. Что такое поток излучения? Четвертое. В чем измеряется плотность потока излучения? Пятое. Чему равен световой поток в один лунь белого света? Шестое. Как называются приборы, предназначенные для измерения освещенности? Седьмое. Что такое фотоэффект? И восьмое. Какой самый распространенный материал используется для создания солнечных элементов и почему? Я бы попросила вас при поиске ответов на эти вопросы опираться не только на ту информацию, которая у вас была в лекциях или вот здесь в лабораторной работе, но и приветствуются и будут оцениваться дополнительные источники вашей информации. Желательно, чтобы была сноска на него. То есть откуда вы взяли подобную информацию? Если это книга, то книга. Если это какой-то сайт, журнал и так далее, то обязательно вы тоже указываете все данные, помимо ссылки, то есть название, дата и так далее. Все, спасибо за внимание. До следующего занятия.